Этот сезон многим болельщикам спидвей запомнится проведенным в нашем городе чемпионатом Европы. Гонка по признанию фанатов стала самой зрелищной за последние 20-30 лет. Но все же многие скучают по гран-при. Этапы мировой серии собирали в Даугавпилсе сильнейших гонщиков мира. В их число входят американец, британцы и австралийцы, которые по понятным причинам не участвуют в первенстве континента. Но на этой неделе пришла радостная новость. Гран-при возвращается в Даугавпилс. У нас был выбор. Или делать цех, как было в этом сезоне, или делать гран-при. И мы остановились на гран-при. Все-таки гонка немножко выше уровнем. Выше уже не бывает финала мира. И БСА пошел нам на встречу, на нашу просьбу. И предоставил нам право проведения гран-при. Билеты будут намного дешевле, чем обычные. Полностью государственное финансирование этого гран-при. Так что продажа билетов будет проходить уже с 10 декабря этого года. Конечно, пока никто точно не скажет, кто выступит под 16 номером в Даугавпилском этапе. Им станет сильнейший латвийский гонщик. Но зато известна точная дата соревнований. Гонка мировой серии пройдет у нас 27 мая. Кроме этого, на нашем треке состоятся и другие международные соревнования. Мы просили несколько гонок, и все гонки нам обеспечили. У нас будет юниорский чемпионат Европы. Юниорский такой же формат, как в этом году был. Пока не назначена дата. И финал Европы среди юниоров. Тоже довольно престижная гонка. Также известно, что в этом году Рига примет отборочный тур командного Кубка мира. 25 июня соперником латвийской сборной станут команды Словении, Италии и Германии. И уже совсем скоро, 15 ноября, будет назван окончательный состав Даугавпилского локомотива, который продолжит свое выступление в польской лиге Найс. С полным составом мы познакомим наших телезрителей в середине следующей недели. Субтитры создавал DimaTorzok